Привет, народ! С вами сегодня снова я, Евгений Пугач, и мы, как всегда, с вами будем говорить на этом канале об ариатрии. Заранее хочу сказать, и, как говорю во всех видео, говорил и буду говорить, я не врач, у меня нет медицинского образования, и в каждое видео, которое я предлагаю вам, это конкретно мой опыт, и, скажем так, то, что я хотел бы вам сказать и рассказать по своему опыту, только по своему опыту, это не какая-то инструкция к действию или инструкция к без действия, я просто предлагаю общую информацию. В данном ролике я хотел бы с вами поговорить на одну очень интересную такую тему, а может ли вес вернуться назад, и что делать, если пришло плато. Плато это такое понятие, когда у вас вес остановился, и не идет ни вверх, ни вниз, ни туда, ни сюда. Давайте же все-таки я начну с объяснения, что такое плато, а потом продолжу на тему, может ли вес, который вы потеряли, вернуться. Заранее скажу да, но я вам расскажу, как этого можно попробовать избежать и нужно. Значит, плато. Плато это такая хрень, как правило, плато наступает у бариатриков после примерно трех месяцев, примерно в первый раз, и потом где-то через полгода, а потом где-то через год-полтора. Плато, как я говорил, это когда вес у вас начинает стоять. Почему вес начинает стоять? Давайте поймем вообще изначально, что такое вес стоит. Я всегда призывал и просил бариатриков не, скажем так, не ориентироваться на 100% на весы, ориентироваться на объем талии, или же брать самое толстое крупное место, которое есть у вас на теле, замерять его и ориентироваться по измерениям, а не по весам. Весы иметь надо, но как вторичный индикатор, не как первичный. Сейчас вы меня прекрасно поймете, почему. Все, что я говорю, это логические вещи, но я до них дошел сам. Когда вы начинаете, извиняюсь, не начинаете, когда вы прошли бариатрическую операцию, как правило, мы знаем, операция работает в среднем около двух лет. В первые три месяца полгода самое быстрое, самый быстрый процесс, потом поменьше. Теперь что происходит? Если же вы смотрите, допустим, вот как я, я был 180 килограмм. 180 килограмм, блин. Понятно, что если я сделаю операцию, то я сразу же начну сбрасывать очень много, но я в первые месяца три сбросил около 40 килограмм. Теперь что происходит? У вас вес идет вниз. Примерно через три месяца, примерно, вы начнете больше гораздо двигаться. Если у вас был диабет из-за ожирения, он, скорее всего, уйдет. Еще раз, вы сейчас скажете, Женек, да какой нафиг, диабет не уходит. Ребята, диабет из-за ожирения уходит. Поэтому, если вы мне не верите, зайдите в группу на WhatsApp и спросите у наших ребят. Также я уверен, что в комментариях будет написано, что да, диабет ушел, или я опять вам вру, как говорится. Уходит диабет. Теперь что происходит? У вас получается больше мышечной массы, появляется движение, вы ходите гораздо больше. Что происходит? Мышца имеет вес. У вас получится так. И мышца, как мы знаем, она весит больше, чем жир. Что происходит? У вас жир уходит, влага из организма уходит. Я специально разделяю жир и влага. А мышечная масса идет вверх. И что у вас происходит? У вас может произойти эффект плато, что вес будет стоять. А в некоторых случаях, как у меня, вес вообще пойдет вверх. Я помню, первые три месяца я почти ничего не ел. Ел, как птичка. Блин, у меня вес пошел вверх. Я испугался, пошел к врачу, туда-сюда. Врач смотрит на меня. Говорит, ну что ты. Это нормально, говорю, не понял. Он мне объяснил эту кухню. Думаю, ну, врач сказал, может быть, меня успокоить хочет. Пошел еще к одному врачу. У меня знакомый парочку друзей врачей. Говорит, что, как? Сказали то же самое. Тогда я успокоился, потом решил думать логически сам. Я понял, что да, мышечная масса, она тяжелее жира. Поэтому, почему я говорю ориентироваться по весам, по самому толстому месту на вашем организме, а не по весам. Потому что весы вас могут обмануть. Вы сейчас будете взвешиваться 2-3 раза в день. Ой, я поправился. Или поправилась. Да ни хрена. Это просто у вас мышца может идти вверх. Если мы сейчас с вами говорим, где-то через года полтора, когда у вас прошло, когда у вас после операции или даже больше, вы говорите, вот у меня плато. Блин, что же делать с плато? Тут уже немножко все должно быть по-другому. И этот метод подходит больше тем, кто после операции примерно полтора года, как минимум, а лучше два. Но ни в коем случае не берите этот способ. Я прям призываю не брать его ни в коем случае до года после операции. Потому что вы можете сделать себе только хуже. И на тему данного способа я бы посоветовал вам еще раз принудительно пойти к врачу и спросить, можете ли вы по состоянию вашего здоровья это сделать. Что, как правило, помогает. По моему опыту, это такая замечательная вещь под названием как кето-диета. Или можно это назвать как у спортсменов сушка. В чем прикол этой кето-диеты? Теперь я говорю делать эту кето-диету не больше, чем две недели. За неделю, скорее всего, вы результат сам увидите. Там такой прикол, что чтобы наш организм нормально жил, ему в принципе не нужны углеводы. Он может питаться кетонами и прочими вещами. Еще раз, я не хочу сейчас входить очень сильно в данную сферу и рассказывать. Если вам это будет интересно, спросите меня. Я расскажу вам про кето-диету, потому что я сам был на кето-диете. Длительное время, да, я хорошо похудел. Да, очень хорошо. Еще раз, это совершенно другая тема для отдельного видео. И чем еще хороша кето-диета, как мы знаем, эпилептики, те, кто страдает эпилепсией, когда они начинают питаться кето-питанием, они просто, у них не бывает, как правило, приступов. Приступы просто уходят. Почему? Потому что, я не буду сейчас объяснять и про механику этого дела. У меня есть тоже хорошая знакомая, у нее сын заболел этой хренью. Из того ни с сего, как бы пошли приступы, я рассказал про кето-диету, она мне вначале не верила. Пришла к врачам, врачи подтвердили мою фразу, и теперь она мне благодарна, потому что ее сын перешел на кето-диету. Он живет этим, он питается. Еще раз, это, грубо говоря, еда без углеводов. У вас основная масса еды – это жир. Потом идут белки и углеводы только из-за овощей. Ни фруктов, ничего сладкого. Ребят, это особая вещь, поэтому, если вам будет интересно, спросите меня, я попробую знать отдельное полноценное видео на тему кето-диеты. И, как правило, когда вы делаете кето-диету на короткий срок, у вас вес сразу идет вниз, это видно будет сразу. Теперь, вы сейчас скажете, Женек, ну, блин, если бы я сказал про кето-диету, что же нам кушать? Завтрак очень простой. Соберете сковородочку, туда яйцо одно или два, бекончик и отдельно авокадо для жира. Вот кушайте жирную и пищу, где много есть. Ну, скажем так, где 60% жир, 40% – это белок и все остальное. Там еще пару процентов можете добить, там, огурчик съесть. Теперь огурчик и прочее зелень нам нужна для клетчатки, чтобы ходить в туалет. Ну, в принципе, молоко нельзя, сахар нельзя, хлеб нельзя, крупы нельзя, ничего нельзя, только жирные продукты и овощи. И что такое кето-диета, еще раз, если вам интересно, напишите, я попробую снять видео, потому что эта тема очень сложная. Для меня, по крайней мере, я еще раз, я знаю, как делать и что делать, но, еще раз, для меня она трудная. И, в принципе, когда вы, мы говорим с вами о плато, когда вы меняете свой образ жизни, это нормально. Теперь надо не забывать, если вы примерно до полугода после операции у вас пришло плато, панику, пожалуйста, отключите полностью. Просто продолжайте делать то, что вы делали, и вес пойдет вниз. Если верите, что примерно месяц у вас плато, или больше месяца прошло, а вес стоит, как правило, вы уже после недели 3-2-3 вы увидите, или пошло вниз, или вверх. Если пошло вверх, и идет уверенно вверх, ребята, к врачу, к диетологу, понять, что у вас не то с питанием. Если видеть, что вес пошел потихонечку вниз, даже 100-200 грамм, это победа. Вы плато пережили, и все будет нормально. Как правило, у меня, когда бывало плато, после года, да, я просто брал кето-диету на неделю-две, организм проходил такую встряску, и вес шел вниз. Потом опять какое-то плато странное, и не туда, и не сюда, опять кето-диету, добавил немножко спорта, естественно. И еще раз, этот способ мне помог очень сильно. Теперь вернемся к теме, о которой я говорил в начале видео, может ли вес вернуться. Я вам сказал однозначно, да, вес после бариатрической операции вернуться может. И, к сожалению, если мы возьмем статистику, по статистике, да, очень много людей делают вторую операцию, как я, но я делал вторую операцию не из-за того, что я стал очень толстый, я сделал, потому что у меня были медицинские проблемы, о которых я рассказывал давно. Поэтому мне пришлось. Кстати, после второй операции, чтобы вы знали, вес так сильно уже не будет падать, не упадет. Как вот у вас после первой операции было такое экстремальное падение, после второй операции, как правило, вес чуть-чуть упадет, конечно, но не так, чтобы не ждить от второй операции великих чудес. Организм уже понимает, что может быть худо, поэтому больше он скидывать не будет. Что же все-таки делать, с моей точки зрения, чтобы не поправиться обратно? Первое, понять, что нам не надо жрать шоколадки всякие, всякие конфетки, кетчупы, тоже нам не надо. Это детское просто. Я не очень люблю, когда они это едят. Шоколадки всякие, вот, известные. Не надо. Мы должны питаться, чтобы жить. Мы не должны, как говорит моя любимая супруга, работать на унитаз. Поймите, что я вернусь своим четырем помидорчиком. Поверьте мне, это полноценная трапеза по количеству. Вы хотите кушать, как знать, какую порцию брать. Вот у нас есть стаканчик. Ваше здоровье. Или берем такой стаканчик, или берем одноразовый стаканчик. Вот это вот объем нашей пайки. Я вам помню, в начале, когда, в одном из первых роликах, я говорил, что я не буду вдаваться в конкретные цифры, в подсчет калорий, во всю эту головную боль, которой нет у нас времени. Сидеть с калькулятором, подсчитывать, сколько я сегодня съела. А тем более, те, кто сделали шунтирование, вам вообще это не актуально. Почему? Объясняю. У нас то, что мы кушаем, усваивается не полностью. Мы не делали слив. Если бы мы делали слив, нам, может быть, и нужны были калории. Тут вы не сможете подсчитать конкретно, вы не знаете, сколько впиталось. Если мы берем, скажем, вот это кусок у нас, мясо, к примеру, если мы, скажем, возьмем 100% калорий, мы не знаем, сколько из этого реально у нас усвоится. Столько, 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 столько. Поэтому расчет калорий невозможный. Мы не сможем подсчитать. Если вы сделали слив, да, у вас все просто. Столько вошло, столько калорий здесь, столько оно будет. Бариатрики, которые сделали шунт, они даже, грубо говоря, могут кушать свинину пачками, и она будет плохо усваиваться, будет выходить быстрее, чем она усвоится. Поэтому нам, те, кто делали шунт, можно даже, в принципе, позволить себе более размеренную еду, да, но тоже нежелательно много жира. Жир нужен, еще больше жир нужен, но не надо переусердствовать и каждый день жрать один жир, жир и только жир. Нет, вы можете поправиться из-за этого. Поймите, что вам очень важно размер вашей пайки, сколько вы можете количество еды брать. Раз в три часа примерно такое количество еды. Все. Сейчас скажет, Женек, суп, а как же суп, а первое, второе, компот. Нахрен, нам не нужен суп. Суп это тупо пустые калории, которые заходят, оставляют только плохо и уходят. Когда мы больные, да, я понимаю, супчик с когачкой, это святая. Только когда больные, да. Суп не надо. Вам надо после трех месяцев после операции привыкать к твердой пище. Не будете привыкать к твердой пище, тушка будет отказываться принимать пищу, которая нормальная, и вы будете ходить в туалет наделать. Не надо. Если вам про это интересно, спросите меня, я вам поделюсь и расскажу своими советами, как же сделать так, чтобы организм привык к твердой пище. Знайте свою дозу. Стакан. Теперь, если видите, что у вас вес как-то стоит туда-сюда, обязательно добавьте спорта. Не добавите спорта, ни хрена работать не будет. Я иногда хожу в спортзал. Сейчас коронавирус, понятно, никуда не хожу, но спортзал есть, я боюсь сюда ходить, поэтому у меня есть мое хобби, что я вам рассказывал. Металлоискатель взял и пошел по морю гулять. Моря нет, похрен, в лес, около дома. Всегда есть, куда пойти. Все, кто говорят, нет, мы не можем, это тупо отмазки. Всегда можно найти время. Я не говорю, что можно отыскать каждый день, хотя, в принципе, ну, почти каждый день можно. Всегда найдется время для себя любимого. Надеюсь, это видео было полезно для вас. И всегда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. А с вами был я, Евгений Пугович. До новых встреч. Будут скоро новые видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok